В чем вообще главная проблема экономического апокалипсиса? Музыки в России. Апокалипсиса скачет главный всадник этого самого экономического апокалипсиса. Не на лошади, а скорее на машине. Автопром. Один из самых пострадавших секторов российской экономики. В июне этого года продажи новых машин упали на 82%. За этот месяц дилеры продали всего около 30 тысяч импортированных и собранных в России моделей. И по сравнению с июнем прошлого года выпуск новых автомобилей обвалился почти на 90%. Ну и надо напомнить, что весной почти все заводы иностранных брендов прекратили работу и поставки автомобилей остановились. И вряд ли возобновятся во возримом будущем. Ну, я рад приветствовать с нами на связи наш коллега Сергей Асланян. Сережа, привет. Сергей, у нас не просто журналист и не просто коллега. Сергей, ведущий программы «Машины» на Кадарковский лайв. Новый выпуск уже в ютубе. Срочно бежим смотреть. Классные, задорные и, собственно, просмотры доказывают. Послушайте, Сережа, сейчас к теме. Привет, соратники. Мы с вами видим, насколько вот эта автомобильная тема в новостной повестке диссонирует. Мы говорим о каких-то серьезных вещах на канале «Ходорковский лайв». А потом все-таки обращаем внимание еще и на экономику, основной частью которой является автопром. Видим, насколько здесь все плохо. Хотя понимаем, что в повседневной жизни, в политической жизни все гораздо хуже. И вот как раз разговор о том, насколько процентов что-то где-то упало, покатилось, закатилось за трубу и больше оттуда не выкатилось, например, связанное с продажей автомобилей, с производством автомобилей. Это как раз такое рудиментарное состояние, такой инерционный момент, когда нам все еще хочется думать, что, возможно, жизнь вернется, и автомобили будут, дилеры будут, и будут белые штаны к лету, и свежий айфон. А поскольку всего этого не будет, то мы удивляемся на цифру. Потому что в действительности, конечно, более страшные вещи происходят сейчас и с Яшиным, и с той же самой радиостанцией «Комсомольской правды». Я сейчас с ужасом, когда слушал эту дискуссию, то вспоминал, как меня звали туда работать, и какое недоумение у меня, в принципе, вызывало их почему-то желание услышать меня на своих волнах, хотя было понятно, насколько мы диссонируем. Вот сейчас точно такой же диссонанс – это положение рынка автомобилей со всей нашей действительностью. Да нет никакого рынка. Вот допродали, что оставалось, потому что, конечно, нет никакого единого сценария, как именно покончить жизнь самоубийством. Ну, даже в быту кто-то выбрасывается в окно, кто-то ловит электричку, кто-то пытается при помощи химии достаточно безболезненно уйти в мир иной. У дилеров тоже нет единого сценария. Вот им перед смертью продать склад или, например, подождать, может, через полгода эти машины можно будет на золото поменять, например. И вот эти несчастные продажи, они говорят о том, что просто по сусекам, как и полагается в русской сказке про Колобка, аккуратно подмели все, что можно, потом подумали и сказали – ладно, продадим. Ну, и после этого вывесили плакатик, который называется «Кто последний, тот дурак?», потому что цена за автомобиль взятая с потолка. Кстати, мы помним, что брать с потолка цену начали еще в пандемию, сейчас вот закончили. Ну, приучили население, что цена такая из серии «А вот мы хотим за столько продать». А не хотите ли попытаться за столько купить? Ух ты, 30 тысяч человек захотели. Ну, вот они подгребли товарные остатки. Причем у некоторых брендов, у них есть специальные такие лужайки и полянки, старые заброшенные аэродромы, где стоят в довольно как товарных количествах автомобили. Но их не продают, потому что непонятно по какой цене. Курс-то все-таки искусственно занижен, а покупали-то, когда он был искусственно завышен. И все-таки задача перед смертью надышаться, если можно с прибылью выйти, с прибылью не получается. Поэтому на август мы можем смело прогнозировать, что продажи упадут еще весомей. И мы также будем с легким недоумением обсуждать этот вопрос. Слушайте, автомобильный рынок, у него оказывается пульс-то еще какой-то есть, что-то покупается, продается. И даже интересно, а кто же эти люди, которые что-то покупают? Но вот сейчас мы, кстати, с вами начнем тихонечку видеть, как именно меняется официальная статистика, как она подтасовывается. Потому что поступления новых машин нет, дилерских машин нет, хотя Рено вернулся обратно, не убоялся санкций. Очень смелые ребята, оказывается, французы после 812 года на русской земле, и начинают они торговать своими машинами через Белоруссию. И эти машины имеют шанс попасть в статистику. А также в статистику начнут включать автомобили из Эмиратов, которые пришли, в том числе новые, и были проданы через дилерские центры, неважно каких марок. То есть некое юридическое лицо продает каких-нибудь 10-15 Mitsubishi Pajero Sport. И поскольку у него есть в документах упоминание, что он официальный дилер, то эти машины попадают в статистику страны. И страна облегченно говорит, ну вот видите, ну 10-то новых Mitsubishi Pajero Sport все-таки же продали. Откуда они взялись? Ну это неважно, откуда они взялись. То есть производство и продажа, они теперь в разводе, они живут сами по себе в разных углах. Вот эту статистику кривую мы будем еще некоторое время елеять. Потому что нам будет очень хотеться думать, что где-то есть такие очаги нормальной прежней жизни, и в них в том числе такой фетишизированный товар советского человека, как автомобиль. Все-таки машину-то хочется всем, вот квартиру не так хочется, джинсы не так хочется, айфон не так хочется, а машину хочется всем. Именно поэтому у нас будет так много лукавых цифр в этой странной статистике, где мы будем делать вид, что будто бы это действительно живая какая-то отрасль экономики. Да нет, она померла уже. Знаете, на кладбище тоже иногда бывает шевеление, но это не значит, что все встали и пошли. Ну надо приглядеться просто по внимательности, что именно там шевелилось. Мы на это кладбище стараемся не смотреть, делая вид, что это вообще не похоронное бюро, а на самом деле, ну, это просто тут венками торгуют, и на них что-то странное написано. Поэтому, видите, продажи. Вот видите, на кладбище свежие венки, и давайте их принимать за статистику. Сереж, я правильно понимаю, вот давай совсем тебя попрошу просто. Тут мы говорили про 30 тысяч импортированных и собранных в России моделей, которые продали за последний месяц. В следующем месяце что будет? 100, 200, вот тех самых Mitsubishi, Pajero, Sport и пару Renault Megane условных. Во-первых, в эту статистику попали, например, Lada Largus, которую в кои-то веки собрали из запчастей. Это довольно интересный момент, потому что обычно машины собираются из комплектующих. А здесь именно что из запчастей, то есть по дилерам прошли и сказали дилер, ну, ну, отдай бампер, ну, нам на конвейер не хватает, ну, отдай запасное колесо, ну, тебе, ну, зачем, продаж-то нету. Фару, фару дай, пожалуйста, заверни в бумажечку. Мы сейчас на конвейер в Тольятти привезем, прикрутим, прибарим, это машины, что именно из запчастей. И они попали в эту статистику. А дальше все зависит от того, насколько мы хотим себя обманывать. Поскольку если речь идет о честно произведенных машинах и честно импортированных, так у нас импорта ниоткуда нет. Мы страна-изгой, и в России больше ничто, ниоткуда новая дилерская с гарантией не поступит в принципе. Значит, здесь мы получим именно что математический ноль. А если мы будем все, что более-менее не очень сильно изношенное, то есть окурки на две трети выкуренных сигарет принимать за только что из новой пачки достанные сигареты, то в статистике, конечно, у нас будет что-то, но это что-то будет такое, прям 300 машин, 400 машин. А потом мы махнем рукой и скажем, ну ладно, в конце концов, автомобильная индустрия, это, знаете ли, титульная. Давайте-ка сюда и правый руль японский. Ну что там пробег до 50 тысяч? Мы же, в принципе, с законами-то играем. Мы там то стрелки передвигаем, то черно-белым называем, то войну миром называем. Вот здесь мы то же самое скажем, ну давайте так, до 50 тысяч это новое. Продажи новых автомобилей в России выросли на 685%, потому что продано 685 автомобилей из Японии с правым рулем. Вот это все единственное, на что мы способны. Потому что производство остановлено, поступление в Россию новых автомобилей остановлено, и шансов в ближайшие годы, что автозаводы оживут или импорт потихонечку откуда-то возьмется, нету их. Даже Иран, к счастью, нам никак не союзник, потому что Иран-то предложил, и сказали, у нас же есть самые плохие в мире автомобили. Мы, иранцы, умеем делать машины хуже, чем вы, русские. Давайте мы вам, русские, все это привезем. Мы сказали, не-не-не-не, мы вам Су-35 как-нибудь криво-косо отдадим вот без этого кошмара, пожалуйста. Так что даже иранские машины к нам не придут. Ну, плюс Китай. Вот у Китая у них хватает наглости, и сейчас в Китае создана специальная структура, такая межгосударственная, по работе с русскими изгоями. Причем на уровне в том числе контрактов и поставок автомобилей. Поэтому, может быть, слабый ручеек какого-то импорта из Китая заменит нам абсолютно любую статистику. Мы будем гордиться. Смотрите, у нас тут иномарки, вот, свежие, из-за границы, дилерские, с гарантией. Вот сейчас пойдем и купим за 3 миллиона, за 5 миллионов, за 7 миллионов. А когда на безрыбье и рак рыба, так и за большее количество миллионов. И хавал Рено. Спасибо большое. Это был Сергей Асланян, наш коллега, ведущий программы «Война» с Олегом Ждановым, ведущий программы «Машины» на канале. С Сергеем Асланяном. С Сергеем Асланяном. С программа «Война» уже завтра. В 17 часов не пропустите. Интереснейший выпуск вас ждет. Знаю какие-то детали, раскрывать не буду. Завтра все увидите сами. Сергей, спасибо тебе большое. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал в YouTube. Это поможет как можно большему количеству зрителей увидеть те программы и те новости, о которых мы рассказываем. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. У нас интересно.